Коллеги, всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, как нас слышно, видно? Отлично. Тогда, я думаю, что мы можем начинать наш сегодняшний вебинар. Здравствуйте. Еще раз всем добрый день. Мы рады приветствовать вас на нашем очередном вебинаре, который посвящен теме «Склад без неожиданности. Это когда все под контролем ВМС». Ведущими сегодняшнего вебинара буду я, Кузнецова Маргарита, менеджер по работе с клиентами, и мой коллега Дронкин Борис, консультант по направлению ВМС. Здравствуйте. Давайте немножко по таймингу. Нас у нас остались в трех частей. Это вводная часть. Затем Борис расскажет основную часть по теме «Исключительные ситуации». Это часть бизнес-процессов «Склада». И в конце мы оставим немного времени для того, чтобы вы смогли нам задать свои вопросы, а мы на них ответить. Давайте тогда переходить к основной части. Можно сказать, что любая исключительная ситуация для нас — это проблема, которую мы должны решать либо примитивно, если можем, либо же по мере их поступления. Такие ситуации могут возникнуть на любых складах, независимо от их размера и класса. Они непредсказуемы и требуют ресурсов для решения. Часто в наших проектах от нас просят решить следующие задачи. Перетаривание складов — достаточно частая проблема, и она может случиться по многим причинам. Например, планируется большая отгрузка, под которую формируются запасы. Или же поставщик продукции предоставил низкие закупочные цены и продиктовал минимальные условия размера закупаемых у него партий. Или же некорректное планирование и прогнозирование спроса на товар. Все это ведет к затариванию склада, к нехватке свободного места в зоне отбора, что в свою очередь тормозит процесс сбора заказов. Также бывают такие ситуации, когда сотрудник приходит в ячейку, чтобы собрать заказ, но там по какой-либо причине просто нет необходимого ему товара. И ему приходится бегать по складу и визуально искать, где же лежит необходимый ему товар. Еще одной проблемой можно выделить – это большое количество возвратов и рекламаций. Это может происходить по причине пересортицы, когда отобрали товар, к примеру, не того цвета. Или товар, который не соответствует достаточному сроку годности. Или же хорошего качества товар, который был просто неправильно отгружен. При отсутствии ВМС очень часто бывают ситуации, что мы не соблюдаем требования заказчика, что в свою очередь ведет к большому количеству рекламаций. Ну и, естественно, это неэффективная работа сотрудников, когда мы просто не понимаем, чем занимаются сотрудники в рабочее время, сколько операций они выполняют, сколько времени тратят на выполнение той или иной операции, и насколько же добросовестно они выполняют свою работу. Значительное влияние человеческого фактора характерно для компаний, где отсутствует информативное или адресное хранение. Только кладовщик, который распределял товар по складу, знает, где его можно найти. В результате у нас нет возможности оперативного поиска нужной позиции, а у руководства нет актуальной информации по остаткам на складе и инструменты контроля персонала. В таком формате работы у нас отсутствуют четкие сценарии обработки исключительных ситуаций. Проблемы всегда решаются административно. Это либо начальник склада или же начальник смены, то есть тот человек, который постоянно должен все контролировать, оперативно реагировать и принимать решения по той или иной ситуации. Он же говорит сотрудникам в этом задании, говорит о том, что необходимо сделать. Но как только у нас с вами появляется система управления складом, мы сразу же можем забыть о тех проблемах, которые я перечисляла ранее. Благодаря нашей системе у вас появится возможность вести корректный учет товара, контролировать его сохранность, а также иметь быстрый доступ к информации по местам хранения и доступным остаткам. Конечно же, происходит сокращение пересортицы или залеживание товара на складе. Снижается зависимость от человеческих ресурсов. Новые сотрудники смогут быстро адаптироваться. Происходит рост эффективности работы сотрудников и появляется возможность оперативного контроля. Ну и также повышается, конечно же, лояльность клиентов за счет того, что увеличивается скорость сборки и отгрузки заказов. Автоматизация просто необходима для построения эффективной работы склада, своевременного получения информации по результатам работы, а также принятия управленческих решений и сокращения временных и материальных потерь, которые возникают при ведении учета вручную. Более подробно про инструменты нашей системы, которая позволяет сделать любую исключительную ситуацию частью бизнес-процесса склада, расскажет мой коллега Борис. Я, собственно, ему тогда передаю слово. Спасибо. Еще раз рад вас всех приветствовать на нашем вебинаре. И давайте рассмотрим обработку исключительных ситуаций с помощью системы Axelot WMS X5. Начнем с обработки входящего потока, именно приемки и размещения. На данном этапе исключительной ситуацией, в том числе, может стать заваленный проход, то есть когда проходы между стеллажами заставлены товаром, что мешает маневрировать и размещать поступление. Прежде чем мы рассмотрим эту проблему подробнее, стоит сказать, что исключительными ситуациями можно управлять как превентивно, то есть предотвращая их появление, так и по факту возникновения. Наиболее эффективным инструментом для превентивного устранения завалов является уплотнение товара в ячейках. Эта функция позволяет создавать задачи по перемещению и группировке товарных запасов с учетом специфики хранения для конкретного склада. Например, если запрещено смешивать определенные товарные группы, наименования или партии. Как вы видите на скриншоте, настройки уплотнения WMS X5 включает в себя следующий тип уплотнения – совмещение разных или одинаковых товарных остатков, а также вытеснение товара в другие зоны. Также система позволяет определить кратность уплотнения – это палеты, короба или штуки. При использовании уплотнения также можно учитывать настройки совместимости товаров, например, разные температурные режимы или запрет хранения сильно пахнущих и впитывающих запах товаров. Своевременное уплотнение позволит освободить ячейки от разрозненных товаров в малых количествах, тем самым давая возможность разгрести завалы в проходах. В случае же, если товар на складе в подавляющем своем большинстве хранится и оборачивается кратно по летам, уплотнение не будет являться достаточно эффективным решением. Система позволит предпринять следующие шаги. В первую очередь это создание ячейк для проезда, что позволит отразить в системе физическое расположение палет с товаром в проходах. Таким образом мы будем понимать, сколько и какие именно палеты с каким товаром стоят в проездах и мешают движению и размещению грузовых мест. Это действие расширит диапазон возможных действий при наступлении исключительных ситуаций. Например, если пространство на складе, а в некоторых случаях и на открытых площадках хранения, то есть на улице, позволяет использовать временные буферные зоны для хранения товара. Их также можно отразить в системе, после чего с помощью ручного создания задач, буквально в пару действий, создать задачи для перемещения палет из проходов в эти зоны временного хранения, тем самым освободить заваленные проходы. В случае же, если пространство склада не позволяет выделить подобные зоны, то ячейки проходов можно включить в состав зон отбора и в настройках стратегии определить ячейки проходов как приоритетные для планирования отбора, что позволит нам освободить проходы прямо в процессе отбора палет. Как только данная необходимость отпадет и проходы будут расчищены, можно в пару кликов исключить данные ячейки стратегии отбора. С помощью этих действий мы освободим ячейки для последующего размещения поступивших товаров. Представим следующую исключительную ситуацию при размещении. Допустим, система спланировала ячейку для размещения товара, но когда колдовщик подошел к ячейке, он увидел, что ячейка занята или заблокирована. Для таких случаев в MSX5 в том числе предусмотрен инструмент справочник проблемы. Он позволяет настроить реакцию системы на подобные случаи, например, буквально с помощью пары нажатия на ТСД. Спланировать свободную ячейку взамен занятой и заблокировать эту занятую ячейку, чтобы при размещении следующего палета система не направила нас или другого колдовщика к этой же заблокированной ячейке. Более того, с помощью событийной системы в MSX5 система может сразу создать задачу инвентаризации занятой ячейки с высоким приоритетом, само собой, чтобы обозначить актуальный товарный остаток и разблокировать ее для дальнейшей работы. Совместное использование данных инструментов позволяет реактивно отреагировать на возникшую проблему. Эти же инструменты помогут при обработке и исходящего товаропотока, то есть если мы столкнемся с противоположной ситуацией, это недостаток товара в ячейке при отборе. Алгоритмы нужной проблемы на ТСД запустят планирование отбора из ячеек с нужными товарными запасами, а сама ячейка также может быть заблокирована для последующей инвентаризации. Рассмотрим следующую исключительную ситуацию в рамках уже исходящего потока. Это большое количество заказов. Например, в ходе сезонных нагрузок. Из превентивных мер в ОМС-Х5 хорошо себя проявляет ABC-FMR-XYZ классификация, которая поможет размещать товары с высокой частотой обращения ближе к зонам отгрузки, что значительно ускорит процесс обработки заказа. С помощью настроек этого классификатора мы сможем разбить товарные группы на различные классы по различным признакам, в частности, по количеству операций взять при отборе. Это и есть частота обращения. Расчет может ввестись по пяти математическим моделям. В данном случае на скриншоте используется метод касательных. А далее дело за малым. Назначить эти же классы ячейкам в зонах склада, присвоив высший приоритет, в данном случае приоритет А, ячейкам, близким к зоне упаковки и отгрузки. Таким образом, работа склада до сезонных нагрузок будет работать на ускорение отгрузки в пиковые периоды, рассчитывая рейтинг для товарных наименований. Также в MSX5 есть ряд инструментов, позволяющие обработать множество заказов в режиме «здесь и сейчас». Например, если количество заказов большое, но физический объем единицы заказа мал, следует использовать кластерный отбор. Он позволяет одновременно отбирать несколько заказов, сортируя их прямо в процессе отбора. На строке кластерного отбора можно определить признаки объединения заказов в кластер, а также ограничить группы по количеству задач, по массе или по объему, как представлено на слайде. Эффективность данного метода только увеличивается, если в строках заказов много повторяющихся товарных наименований. То есть, если мы имеем три документа с одинаковыми наименованиями в строках и используем кластерный отбор, скорость обработки этих заказов практически утраивается. Также WMSX-5 позволяет корректно распределять ресурсы при высокой нагрузке на склад с помощью приоритетов для документов отгрузки. Используя приоритеты, мы можем выделить группы наиболее горящих заказов, чтобы не тратить время на обработку документов с низшим приоритетом. Рассмотрим на примере. При назначении критичного приоритета для документа система автоматически повышает приоритет всех связанных с ним задач. То есть, отбора, перемещения и отгрузки. С помощью настроек получения задач для сотрудников склада НАТО и СД система назначает им в первую очередь задачи с наивысшим приоритетом. Это позволит вам правильно расставлять акценты при обработке товаров в период исключительно высоких нагрузок. Продолжая тему реактивных мер, расскажу о возможности перераспределения ресурсов с помощью гибкой корректировки зон ответственности для исполнителей WMSX-5. Распространенная практика складской логистики – это распределение групп сотрудников по определенным процессам. То есть, одна группа занимается приемкой товара, вторая – размещением, третья – пополнением, четвертая – отбором и так далее. Такая схема позволяет сбалансировать работу склада в стабильные периоды, но при наступлении исключительно высоких нагрузок баланс нарушается. Необходимо перераспределить их согласно приоритетам. С помощью управления ролями для сотрудников вы с легкостью сможете добавить задачи отбора и отгрузки для людей, занимающихся приемкой или пополнением, не переживая, что они окажутся в непривычной среде. Ведь WMSX-5 будет пошагово вести их в новом для них процессе. Теперь давайте рассмотрим противоположную исключительную ситуацию – это малое количество заказов. Последние пара лет показали, что мир может грубо вмешаться в ваши планы, создав как аномальный высокий, так и аномальный низкий спрос. В такие периоды простаивающим сотрудникам можно назначать прикладные задачи, позволяющие улучшить положение дел на складе и подготовиться к периодам высокой нагрузки. Например, это уплотнение, о котором говорилось ранее, чтобы расчистить ячейки для будущих поступлений, пополнение зоны отбора, позволяющие сэкономить время для обработки исходящего потока, и инвентаризацию склада с помощью ручного создания задач. А также можно оформить инвентаризацию в циклическом порядке, то есть на основании временных периодов, создавая их автоматически, и в том числе с учетом классификации товаров, то есть ABC, FMR, XYZ. В заключении рассмотрим исключительные ситуации с точки зрения организации и администрирования работы склада, а именно необъяснимо низкая эффективность сотрудников при достаточном их количестве. В этой ситуации WMS X5 позволяет анализировать эффективность сотрудников и прогнозировать ресурсы с помощью ряда инструментов. В первую очередь, это нормы выработки и отчеты по выработке сотрудников. Персонификация всех выполняемых операций дает возможность работать с нормами выработки и рейтингами сотрудников. Проведя нехитрый анализ, то есть измерив среднее время выполнения определенной операции с учетом рисков, мы получим норму выполнения этой самой операции, которую можно отразить в системе для определения эффективности сотрудников. Благодаря отчету по выработке WMS X5 вы можете сравнивать нормативное время выполнения для определенного количества операций с фактически затраченным временем в разрезе конкретных сотрудников склада. Это, к слову, оперсонификация задач. Результаты данного отчета позволят сформировать топ-3 наиболее и наименее эффективных сотрудников за неделю или за месяц. Если определенные имена систематически попадают в список наименее эффективных сотрудников, то это, как минимум, будет присмотреться к ним поближе. Ну и наоборот, систематически эффективные сотрудники должны быть мотивированы, чтобы они продолжали работать в том же темпе или даже лучше. Эти результаты и рейтинги могут транслироваться на экраны, например, на самом складе или в столовой для наблюдения в реальном времени. В том числе на основании норм выработки и статистики выполнения вы получите возможность прогнозировать ресурсы для обработки товара потока. То есть при условии заветово известного количества и объема входящих и исходящих заказов появляется возможность прогнозировать ресурсы для их обработки на следующий день или неделю. Эта информация, в том числе, доступна на мониторе диспетчера склада в виде дэшборда, который вы можете увидеть на слайде. В итоге инструментария Xlot WMSX5 позволяет как заранее снизить риски возникновения ситуации, так и отреагировать на них в режиме реального времени. Также собранная система информации позволит анализировать причины возникновения этих самых ситуаций. Само собой, это далеко не полный список возможностей нашей системы для обработки исключительных ситуаций, но даже эти возможности нашей системы позволяют сделать определенные исключительные ситуации частью управляемого рабочего процесса. Спасибо вам за внимание. Предлагаю перейти к вопросам.